Случай в Забайкальском крае потряс всю страну. Семилетнюю девочку насмерть загрызли бездомные животные. Подобная трагедия едва ли не повторилась в Алтайском крае, причем несколько раз. К счастью, обошлось. 2 января Барнаулец спас женщину с ребенком от бродячих псов. 19 января стая собак набросилась на воспитанников детского сада в Аллейске. Воспитатели и родители сумели их отбить. Тема отлова бродячих псов остро обсуждается среди жителей Алтайского края. Практически каждый день в социальных сетях появляются сообщения о стаях животных, которые свободно передвигаются по улицам. Мы обеспокоены тем, что тут бегает огромное количество собак. Я сама очень боюсь собак. У нас когда-то машина стояла в районе гаражей, и там было 9 собак. Так они кончились тем, что перегрызли друг друга просто. Ну, это хорошо собаке друг друга, если вот действительно ребенок. Просто страшно. Был случай, когда гавкали на ребенка, ребенок боялся дальше пройти. Были случаи, когда собаки нападали на более мелких собак и как бы растерзали их. Появление стай зачастую связано с благими намерениями людей. Четвероногих подкармливают сердобольные любители животных. Это, как и оставленный на улице мусорный пакет, может стать причиной появления во дворе стаи собак. Собаки, которые прикармливают на данных территориях, будут проявлять агрессию по отношению к чужим людям, к чужим животным. Тем самым они охраняют свою территорию, не пуская никого, кроме той стаи, которую они сами себе сформировали. Это опасное явление, крайне негативно может сказаться на жизни, здоровье, безопасности людей и окружающих животных. За прошедший год 290 тысяч россиян пострадали от укусов бродячих животных. Такую статистику приводит директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев в открытом письме своим коллегам, депутатам Краевого парламента и губернатору региона. Только в Барнауле тысячи бездомных собак. Он просит экстренно решить эту проблему во всех муниципалитетах. На мой взгляд, сегодня задача стоит какая? Прежде всего, это те собаки, которые сегодня состоят, так будем говорить, живут в нормальных условиях у хозяев. Их нужно прочипировать. Тогда мы четко будем знать, чья это собака. То есть это уже будет хороший шаг продвижения вперед. То есть поставить регистрацию. Второй вопрос. Это те собаки, которые сегодня терроризируют людей, которые сегодня находятся на улице. Естественно, что нужно сделать? Уничтожать нельзя. Мы говорим о гуманном подходе. Но провести стерилизацию можно. Если около вашего дома появляется стая бродячих собак, об этом нужно сообщить специалистам или муниципальным властям. Отловом и стерилизацией собак в Барнауле занимается приют Ласка. На территории Алтайского края есть еще четыре организации. В Биске, Славгороде и Рубцовске. Обратиться могут и жители близлежащих районов. По данным Краевого ветуправления, за прошедший год отловлено 1871 животное. В настоящее время методика подсчета количества животных без владельцев отсутствует. В связи с чем провести мониторинг популяции животных без владельцев на территории города Барнаула или Балтайского края не представляется возможным. И даже если удается поймать животных, их стерилизуют и отпускают на волю. На сегодняшний день содержать всех питомцев организации по отлову животных не могут. Не хватает места и денег на корм. Решение проблемы бродячих псов обсудили на последней сессии регионального парламента. Мы сегодня идем двумя путями. Первый вопрос мы уже определили в принципе и при корректировке бюджета на 2022 год. Увеличим финансирование на исполнение государственных полномочий органов местного управления с одной стороны. А с другой стороны будем готовить законодательную инициативу Государственную Думу по изменению федерального закона. Все эти меры – борьба с последствиями. Как правило, на улице четвероногие появляются после того, как от них отказались хозяева. Затем на воле собаки размножаются, а когда подрастают, примыкают к стае. Поэтому вместе с проблемой бродячих псов нужно обратить внимание еще и на безответственных хозяев. Артем Тарасов, Денис Кузьменко, Сергей Балоев, Михаил Элифуншан. Новости.